Всем привет! Добро пожаловать на канал Miss Wong. Сегодня пробую для себя новый формат, который совсем не новый для YouTube. Но мне почему-то показалось, что разбавить влоги было бы интересно чем-то таким, и хочу внедрять такого побольше. Сегодня хочу рассказать вам про свои находки не совсем месяца, а, наверное, за последнее время, которые меня приятно впечатлили, порадовали. И это не только косметика, это какие-то предметы, это, конечно же, вкусняшки. Я думаю, что можно будет внедрить такого плана ролики к себе на канал, но делать это ежемесячно, то есть находки месяца. Вы практически все, я думаю, узнаете о таком формате. Поэтому начну, наверное, с, блин, косметики, потому что все-таки у нас тут больше девочек на канале, и я думаю, вам это будет интересно. Первое, что мне понравилось за последнее время, это вот такой крем от бренда Skin 1004. Я не знаю, может быть, читается 1.004 или 10.04 или еще как-то, я не буду умничать, не знаю. Это корейский крем, и не совсем крем, это гель-крем. Вот, он очень легкой текстуры, запах у него практически невыраженный, можно сказать, что его нет. Такая вот туба объема 75 мл. И чем он мне понравился? Тем, что он идеально, как мне кажется, по своей текстуре, по эффекту подходит для комби-кожи, как у меня, на летний жаркий период. Потому что, во-первых, он очень такой невесомый, он легко распределяется по коже и впитывается очень быстро. И самое главное, он вроде бы и увлажняет, и оставляет кожу матовой. Естественно, ненадолго, потому что в моем случае, я не знаю, что должно быть такое из косметики, чтобы это длилось долго. Потому что, ну, я по природе такая, поэтому всегда у меня в сумочке матирующие салфетки. Но эффект от использования этого продукта мне понравился. Раз мы уже заговорили про лицо, покажу вот такую вот водичку. Это спрей от бренда Clorans. Насколько я знаю, из линейки увлажняющей, с алуроновой кислотой. По-моему, вот интенсивно увлажняющий защитный спрей для лица. Здесь 75 мл. Я его брала перед поездкой в Испанию. Хотела взять что-то такое в таком объеме, до 100 мл, чтобы брать с собой вручную кладь. И мне очень понравился он в использовании. Во-первых, у него, опять же, тоже нет сильно яркого запаха. Просто такой приятный косметический оттеночек. Приятно и удобно пользоваться. То есть он очень легко распределяется и очень быстро впитывается. Сейчас даже мы можем с вами это сделать. Ой, мне нравится. Я люблю такого плана штуки. Не потому что я верю в какую-то чудодейственную силу спрея гиалуронового, что он так увлажнит мою кожу, что я буду вечно молодой. Нет, для меня это больше даже как освежалка в течение дня, потому что мне в жаркий период выживать сложно. Мне просто некомфортно, мне тяжело. Мне постоянно потеет лицо, поэтому я его постоянно протираю, а потом еще брызгаю водичкой, чтобы освежиться и как-то, знаете, чувствовать себя немного легче. Мне понравился этот спрей. Он нормальный относительно по цене среди похожих продуктов. Его можно где-то урвать на скидках, поэтому обратите свое внимание. Очень красивая, кстати, банка, очень минималистичная, классный цвет. Поэтому для ваших красивых фотографий и для эстетичного набора в сумочке или косметичке подойдет прекрасно. Следующий продукт это вот такие вот румяна. Вы могли подумать, что это лак для ногтей. Ну нет, это румяна жидкие от бренда Apew, я не знаю. Это JT Pen Blusher. Вот такие вот румяна. Очень интересные, потому что я до этого прям именно жидкими румянами не пользовалась никогда. Я пользовалась тинтом и пользуюсь до сих пор. Про тинт можно будет снять просто отдельное видео. Но жидкие румяна это очень интересная вещь, потому что, во-первых, они очень легко распределяются на коже. Вы можете, опять же, регулировать их количество для того, чтобы получать более яркий оттенок или более сдержанный. Я очень люблю румяна, мне они нужны, потому что я очень бледная. И без них я выгляжу, как я уже когда-то вам и говорила, слегка даже болезненно. И вот такую штучку очень удобно кинуть с собой в сумочку для того, чтобы просто в течение дня освежить свое лицо, сделать его более румяным, более таким здоровым, сияющим, потому что эти румяна еще какие-то, знаете, такие вот слегка сияющие. Потому что они все-таки на водяной основе, и это прям чувствуется, этим приятно пользоваться. Опять же, много места не занимается. Сена у этих румян была около 500 гривен, возможно, это не очень бюджетно, но продукт того стоит, и я себе думаю, что он очень экономичный, потому что нужно буквально пару капель, и здесь очень много этого средства, вам его хватит надолго. Да, если кого интересует аромат, то он, опять же, легкий косметический, не ярко выраженный. И еще у этих румян есть разные оттенки, я брала себе, да, вот именно этот, не помню только какой здесь номер, если он вообще есть, CA02, как-то так. Если я не забуду, или вы меня там в комментариях попросите, я оставлю ссылочки на все эти товары, где можно заказать эти проверенные сайты. Но именно этот продукт я заказывала на Makeup. Дальше, по косметике, это, опять же, бренд Clorance, и это блеск для губ, которым я пользуюсь, ну, не месяц уже, это то, о чем я говорила в начале видео, что не прям находки месяца, но я его долго тестировала, я практически его закончила, и этот блеск однозначно стоит своих денег. Хотя он не дешевый, он стоит в районе 1000 гривен, я его брала как-то на селе за 700 с чем-то, он классный, он очень красивый, он, кстати, сейчас у меня на губах, он красиво ложится, то есть такой прям глянец, очень красивые оттенки, у меня именно оттенок 19-й. И что мне еще нравится? Во-первых, очень удобный формат, не нужно макать там всякие кисточки куда-то, просто слегка выдавил средство, нанес, обновил. Он очень приятно пахнет какой-то конфеткой, достаточно неплохо держится, не раздражает меня на губах. Ну и самое главное, мне нравится, как он выглядит, мне нравится его цвет, все. Если вам не жалко отдать нормальные такие деньги за блеск, Clorance прям рекомендую, ищите, это конкретно Lip Perfector. Топчик буду покупать еще. Далее вот такая вот находка от украинского бренда Fabulous Skincare, как-то случайно нашла в одной девочке просто в отметке. Производитель Одесса, поэтому в Одессу привет, это крем для рук. Во-первых, можно отметить, конечно же, красивую упаковку. Я вообще люблю, когда кремы в таких форматах, это очень стильно выглядит, это радует глаз. Ну, я не знаю, я к косметике отношусь не просто к какому-то продукту, который что-то тебе дает на коже там или еще где-то, а к тому, чтобы мне нравился внешний вид в баночке, запах нравился, как это будет на фотографиях смотреться. То есть для меня это все важно. В этом плане эстет даже смотрится классно, когда крем практически закончился. Мне им жалко пользоваться, потому что, да, он практически уже все. Я понимаю, что нужно будет заказывать новый. Он стоил в районе 240 гривен, и мне нравится то, что у него текстура легкая, вообще невесомая, знаете, как взбитые сливки. И он очень быстро и легко распределяется на кожу. И чего нельзя не отметить, так это потрясающий запах. У меня это первый тюбик, и у меня здесь запах, внимание, слушаем, сладкого безделия и воскресного завтрака со сливочным круассаном и джемом. Но здесь, если что, в составе есть масло ши, масло папайи, жожоба. У меня были не раз кремушки от Систерс Ромы. Возможно, я бы дала скорее предпочтение этому крему, потому что мне больше нравится текстура. Текстура сливок взбитых, и это прям здорово, поэтому рекомендую. Ссылочку тоже, если не забуду, оставлю в описании. Последний из косметических, можно так сказать, продуктов, это вот такой парфюм, опять же, от нашего украинского бренда, Bibliotheque de Parfum. И здесь у меня аромат Sex in the Library. Я не мастак. Описывать ароматы, вот честно, этого от меня не ждите. Я не расскажу вам про всякие нотки и прочие моменты, но мне просто очень сильно понравился этот запах. И самое интересное, что его изначально не распробовала, скажем так, потому что у меня был сеттер, можно было попробовать разные ароматы от этого бренда. Такая маленькая туба, я вам фотографию вставлю. Это мимо него прошло, то есть мне он не очень понравился, не зацепил. Я вообще была изначально не в восторге от ароматов этого бренда. Потом я к нему вернулась, потому что все прочие уже закончились. Чеснулась пару раз, и он на мне очень классно раскрылся. То есть мне нравится даже не то, как он пахнет в флаконе, мне нравится, как он пахнет на мне. И это понятно, что индивидуально, но именно этот я выделила аромат. Поэтому, если вас интересует, можете тоже попробовать, почитать, за него заказать. Где-то вставлю картинку, что там за нотки, чтобы вам было понятнее, о чем этот запах. Мне нравится формат. То, что у этого бренда можно заказать вот эти пробнички в тубусе таком, а если запах понравился, можно уже заказать 16 мл. Вот такой объем. Я считаю, что это хороший объем. Можно брать с собой куда-то поездки в самолет, travel size такой. Это очень красиво выглядит. Очень красивый флакон для вашей коллекции, если вы, например, парфюмерный маньяк. И цена у такой баночки была в районе 600 гривен. Я считаю, что это нормально, и такой аромат себе многие смогут позволить и выбрать из множества, которые вообще там есть у них на сайте. Поэтому, да, это одна из моих находок. Возможно, буду еще возвращаться к этому именно запаху или к каким-то другим у нашего бренда. По-моему, Харьков. Но я могу ошибаться. Вроде бы Харьков. Последнее, что касается ухода за собой, да, такого всего девчачек косметического, я не знаю, как правильно сказать, это вот эта расческа. Кто-то может подумать, что это вот эта расческа от Джанек. Но нет. Я изначально хотела взять Джанек. Потом поняла, что у нас запорожена ценка. Решила заказать на мейкап. Но в тот момент на мейкап мне высветились их собственные расчески. Тут прямо написано мейкап. Правда, вот видите, в чем момент. Очень быстро стерлась надпись. Которая тоже похожа на Джанек. То есть тот же формат, тот же принцип. Она вот вроде бы какая-то там пластиковая. Очень мягкие вот эти зубцы. Опять же, эти зазоры. То есть тот же принцип. У меня такого плана расчески не было. Поэтому я не могу ни с чем сравнить. Но она мне очень нравится. Потому что она легко расчесывает волосы. С ней очень легко расчесывать влажные волосы. А влажные волосы я расчесываю постоянно. Ну, есть у меня такое. Я не считаю, что это плохо. Главное делать это правильно. И она вообще волосы не путает. Опять же, за счет, наверное, своего вот такого вот строения, скажем так. Поэтому вещь это хорошая альтернатива, как мне кажется, этим Джанек. Потому что она дешевле в два раза. То есть эта расческа мне обошлась в 200 с чем-то гривен. Тогда как Джанек стоила 600, по-моему. Мне понравился формат. И мне понравился цвет. Очень красивый, нежно-розовый. Поэтому для тех, кто хочет попробовать что-то такое, сменить свою старую расческу, щетку, в которую вода затекает и пыль, пыль забивается на что-то подобное, это прям находит. Вкусняшки. Сегодня немного, но я уверена, что если мы эту рубрику введем, будет больше. Потому что вы знаете, какой я фанат вообще всего вкусного, еды и прочего. И первое, что я покажу, это вот такие вот орешки и цельпо. Потому что это их марка. Примешив с розмарином. Я отмечу именно с розмарином. Хотя там вроде бы есть еще какие-то, да? Есть, по-моему, сальса. То есть там с перцем, что-то такое остренькое, более ярко выраженное. Но мне больше понравились кешью с розмарином. В чем прикол? Прикол в том, что в составе только кешью и розмарин сушеный. И вот это сочетание, оно какое-то неимоверно вкусное. Во-первых, я очень люблю кешью. Это вообще, наверное, мой любимейший орех наряду с фисташкой. И вот с этими травами это какой-то нереальный мэч вообще. Это просто нужно пробовать. Здесь тоже 60 грамм, то есть взяли на перекус идеально, куда-нибудь в дорогу, просто похрумтеть, чем рассматривать фильм. Потому что часто там, да, все смотрят кино, что купить какие-то чипсики, еще что-то. Если вы хотите более здоровую альтернативу и такую, которая вас насытит, орехи это идеальный вариант. А вот именно с розмарином это что-то новое. Я очень надеюсь, что они не будут эту прелесть убирать вообще с продаж. Это очень вкусно. Прям рекомендую. Пробуйте. Я себе купила как раз-таки в дорогу, в Турцию, в автобус, без орешков я никуда. Еще я большой фанат батончиков. И не могу не рассказать про то, что для меня батончики от MyProtein это находка. Потому что я очень долгое время покупала вообще абсолютно разные батончики. Если вижу какие-то интересные, с более-менее нормальным составом, я беру, пробую. Я перешла на физи. И я несколько раз заказывала их прям с этой, знаете, коробки, в которых разный вкус и лимитированный этот у меня вкус был. Когда я попробовала батоны от MyProtein, я поняла, что они круче. У меня еще был очень классный батончик от MyProtein Birthday Cake. Я его вам показывала. Вот у физи есть тоже такой батончик. Он проигрывает MyProtein. Поэтому я рекомендую попробовать для тех, кто любит протеиновые батончики. По-моему, в районе 60 гривен один батончик. Можно купить их в спортивных магазинах. У нас запорожье. Он продается в спортмагазине на Малом рынке, там в подвале такое помещение. Можно заказать, я думаю, у них на сайте, потому что MyProtein это большущий такой знаменитый бренд спортивный. Поэтому кто в курсе, тот в курсе. Последняя находка, которая пришла ко мне, вы знаете, так спонтанно. Я очень это резко захотела. И сегодня снова об этом вам напомню. Это пленочный фотоаппарат. Пленочный фотоаппарат. Я не буду долго останавливаться сейчас на нем. В принципе, думаем, какая там эта модель, как это все работает, вообще проявляется. Я скажу, что это классное решение для тех, кто любит фотографию разного вида. Не просто фотографию на телефон. Потому что пленочный фотоаппарат создает совершенно другие кадры, совершенно другое настроение. И в чем сок этой техники? В том, что вы будете фотографировать не все подряд моменты, как это мы делаем в Инстаграм, например. А какие-то избранные моменты или те, которые вот резко вас вдохновили. Вы сфоткали? Проходит время, вы фоткаете что-то еще. И когда вы отправите пленку на проявку, вы уже, наверное, не будете помнить все досконально, что вы фотографировали. Тем более в этом фотоаппарате. Потому что здесь кадры на два умножаются. Ну, это можно снять отдельное видео про него, если вам будет интересно. Это творческая штука. Когда я могу взять этот фотик, а он легкий, кстати, очень-очень легкий. Что-то щелкнуть и потом ждать фотки. Я проявила только единожды фотографии. Мне понравились. Я вот сейчас вам покажу несколько вариантов. И это было настолько круто посмотреть на этот результат. Увидеть, как это получилось в плане освещения. Как ты сфоткал, как ты увидел ракурс, что попало на фотографии. В одной фотке я увидела просто человека. В жизни я на него не обратила внимания. А вот на фотографии получилось, что он как будто бы в центре всей картины. И это настолько вдохновляюще интересный услуг. Я рекомендую тем, кто любит фотографии, вообще все фотографировать, приобрести себе пленочный фотоаппарат. Я приобрела именно новый. Я понимаю, что это типа не тру. И что в идеале там надо иметь какие-то старые. Находить их на барахолках и все такое. Но так как я в этом ничего толком еще не понимаю. Я знаю, я хотела просто попробовать пленочную фотографию. Идеальное решение это взять новый, который не будет барахлить. Который вас не подведет. Он будет исправно работать. А дальше, если уже вас эта тема попрет, конечно, можно искать там всякие Олимпусы, Кэмноны. Где-то на барахолках, если вы в этом вообще разбираетесь. И знаете, где лучше купить. Потому что этот фотоаппарат не обошелся в районе 3000. Взять бушную какую-то пленочную такую мыльничку. Тоже будет стоить столько же, если не дороже. И не факт, что она не сломается через неделю. Поэтому эта штука для тех, кто любит творчество, любит фотки. И любит себя чем-то еще занимать. Ну что, друзья, я надеюсь, вам было интересно. Немножечко я вас чем-то, может быть, вдохновила на какую-то покупку. Простите, есть те, кто сам любит тратить деньги. И еще и рада буду вас всех заставить потратить еще немножко. Ну, собственно, в этом и радости жизни тоже заключаются. Для чего мы, в принципе, зарабатываем. Поэтому, если понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь на канал, для того, чтобы не пропускать новые влоги, а еще и такие видео. Если мы будем их дальше снимать, мне будет очень приятно видеть ваш комментарий. И, конечно же, пишите, интересно ли вам такого формата ролики. Хотите ли вы отдельное видео про пленочный фотоаппарат, косметику или что-то подобное. Все буду сейчас учитывать, потому что полна вдохновения и времени творить. Продолжение следует...